Чтобы зиму было сладко пережить, на полях сельскохозяйственных предприятий Республики завершается уборочная кампания сахарной свёклы. Сколько уже собрано сладкого корнеплода, с каких площадей и об особенностях урожая 2017 в материале Ахмат Халкичева. Год, как говорят свекловоды, для этой культуры был не самый удачный. Обильные осадки в весенний период подтопили часть полей, а последовавшая затем засуха ограничила набор веса сладких корнеплодов. Тем не менее, общие объёмы уже собранной и сданной на завод сахарной свёклы составляют 1024-303 тонны, что превышает прошлогодних показателей в более чем на 40 тысяч тонн. Средняя урожайность этого года чуть больше 370 центнеров с гектара против 455 прошлого. Причина такой интересной арифметики в том, что в этом году площади под свёклу увеличили на 2000 гектаров, но и, конечно, в преданности своему делу наших аграрьев. Есть свекловоды у нас и районы в целом, и отдельные хозяйства, фермерские хозяйства, которые достаточно и в таком тяжёлом году получили неплохие урожаи. Это Хаммер, у которого до 500 центнеров с гектара получается. У нас хорошие показатели дали СПК Токтамыш, Абаза Агро, фермерские хозяйства Наврозова Фёдора Константиновича, Байраму Куалика, Скирьбеевича, Узденова Альберта Внуховича. В районах у нас хорошие показатели добились Абазинский район, Адьехабльский район, Прокубановский район, Ногайский район. Приходящие сложности не помеха оптимизму свекловодов Карачаевой Черкесии, которые уже строят планы на год грядущий. Одна из первостепенных задач на 2018-й – значительное расширение пассивных площадей сахарной сёклы, что в свою очередь увеличит поставки на переработку. Сахарная свекла – это продукт во все времена был рентабельный, но не всегда и год на год проходится. Будем убеждать. И на будущий год мы планируем где-то 9-10 тысяч гектаров посеять свеклы. При этом где-то 450-500 тонн сахарной свеклы поставить в заводу. Перефразируя известную юмористическую миниатюру, об объекте нашего сегодняшнего репортажа можно сказать, что для нашей республики сахарная свекла – это не только ценный сахар, но и сотни рабочих мест. Пару лет назад из-за разногласий между свекловодами и Иркин-Шахарским сахарным заводом перерабатывающее предприятие чуть было не довели до банкротства, который практически является градообразующим не только для поселка Иркин-Шахар, но и для всего района. Тогда, благодаря оперативному вмешательству руководства республики, был найден тот консенсус, которого не хватало для слаженной работы. Из урожая 2017 года за предел региона не вывезено ни одного килограмма сладкого корнеплода. Более того, ряд хозяйств из соседнего Ставропольского края свой урожай начали возить в Карачаево-Черкесию для переработки на более выгодных условиях. Если бы не устраивали цены и расценки завода, никто бы сюда нам не возил бы. В свое время глава республики Рашид Борзбиевич конкретно поставил задачу, что этот завод должен работать. Потому что там и люди, и очень много рабочих мест. В этой связи и руководство завода пошли на встречу, согласились со всеми предложениями свекловодов. И вот на сегодняшний день, по крайней мере, в Министерстве сельского хозяйства неизвестны факты, недоразумения со стороны свекловодов и руководства завода. Ахмад Халкичев, Рашид Токов, Вести Карачаева-Черкесия.